Привет! Сегодня хочу поделиться базовыми знаниями для работы в программе Adobe After Effects. Если вы зашли в программу впервые, для начала вам необходимо создать новый проект. Для этого в верхнем меню перейдите во вкладку «Файл» — «Создать новый проект». Затем необходимо добавить композицию путем нажатия на иконку, либо нажатием горячих клавиш Ctrl-N. Зададим рабочую область, размер рабочей области 600 на 600 пикселей, частоту кадров 25 и длительность анимации 10 секунд. Перед нами открылась рабочая область. Снизу у нас временная шкала, справа различные свойства и дополнительные панели. Слева у нас наш собственный проект. В нем могут находиться различные файлы изображения, видео, звуки и т.д. Прежде чем мы создадим анимацию, давайте добавим объект на рабочую область. Нажимаем на горячую клавишу Q. Таким образом у нас активируется прямоугольник. И рисуем наш объект. Каждый объект имеет свою якорную точку. Сейчас якорная точка находится не там, где нам нужно. Нам необходимо разместить якорную точку в центре нашего объекта. Для этого нам необходимо выбрать наш объект и нажать сочетание клавиш Ctrl-Alt-Home. Мы видим, что якорная точка автоматически встала в центр. Чтобы сделать это вручную, можно воспользоваться инструментом для перемещения якорной точки. Нажмем на Y и забудем включить перевязку. После этого мы сможем перетаскивать якорную точку в любое положение, которое нам необходимо. Приступим к созданию анимации. Для начала давайте разместим объект по центру рабочей области. Для этого нажмем сочетание Ctrl-Home. Теперь выберем наш объект. Просто нажмем по нему. Нажмем на горячую клавишу P. И таким образом мы выбрали свойства положение объекта. Сегодня мы поговорим об одном свойстве. Это положение. Теперь на временной шкале переместимся на первую секунду. При этом наше выделение объекта не должно пропадать. Выбрали объект. В открытом свойстве положения Position нажмем на секундомер. Для того, чтобы включить динамический секундомер. И у нас автоматически создался ключевой кадр на первой секунде. Теперь переместим бегунок на нулевую секунду. И переместим наш объект в любое место на рабочей области. Можно зажать клавишу Shift. После того, как мы опустили мышку, у нас автоматически создался второй ключевой кадр. Таким образом мы создали самую простую линейную анимацию. Это основные действия при создании анимации в Adobe After Effects. Давайте изменим нашу линейную анимацию на анимацию плавного замедления. Для этого выделим наши кадры ключевые. Нажмем F9. И мы видим, как у нас изменились иконки. Сейчас у нас анимация плавно замедляется в конце. Чтобы проиграть анимацию, достаточно нажать горячую клавишу пробел. В следующем уроке мы разберем, как работает с графиком анимации. Спасибо за просмотр, ставьте лайки и подписывайтесь. Я делаю обучающие уроки специально для вас.